И календарный год, и соревновательный только-только берет разбег. По крайней мере у тюменских картингистов. Например, для них праздничные дни всегда предваряли гонки на призы Герой Советского Союза Андрея Кижеватова. Ну да, наши ребята участвуют в многих соревнованиях, и они достойны того, чтобы пойти на губернаторскую велку. Потому что многие занимаются у нас по нескольку лет, получают разряды. Я, Дед Мороз, заказал экспериментный набор. Почему? Потому что я люблю всякие эксперименты делать. Какие? Например, что-то взрывать. Хочу выиграть весь сезон. Вот это единственное, что я хочу загадать и сам для себя исполнить. Бывает, Дед Мороз опаздывает к детям на елку из-за поломки саней. Картингисты, чтобы избежать таких трудностей, всегда готовы встретить хозяина Великого Устюга на своих картах. Их научили быстро устранять любую поломку техники. Сенсорные навыки, навыки электрика, моториста, работа на металлорирующих станках. Их, правда, сейчас стало очень мало. Поэтому шиномонтажные работы, то есть такие базовые знания, что человек мог выйти из любой ситуации в поле не замерзнуть. Снимать, поменять колесо, перевортовать его. Мы варим, сверлим, что-нибудь изобретаем, гоняем, естественно. Навыки вождения автомобиля также спокойно у нас получены уже. Поменять колесо нужно взять, допустим, ключ, открутить три болта, если это заднее колесо. Получается, снять колесо и поставить другое, допустим, тоже закрутить. Это карт-класс Раки-120, двигатель называется Раки-120, шведского производства. Сам двигатель стоит 100 тысяч рублей. Шасси производства Александра Ульянова, ее изготавливает мастер спорта по картингу в Челябинске. Она стоит примерно 70-80 тысяч рублей. Шины мы закупаем в Питере на заводе. Комплект колес стоит 8 тысяч рублей. Ну, комплект дисков зад-перед примерно так же 8-12 тысяч. Так, руль у меня, я не могу назвать его ценой, потому что он особенный. Это руль чемпиона России по картингу, подаренный мне, и он для меня бесценен. Топливный бак стоит 3 тысячи примерно. Под таблички, под стартовые номеры, сами номера, ну, все вместе, ну, тысячи две-три, наверное, выйдет. Шасси – это основа карты, без нее ничего не будет. Можно собрать даже карты на педалях, но если нет шасси, ты никуда не поедешь. Общаюсь на ты или на вы, как получится по настроению. Что говоришь? Ну, это уже секрет. А сегодня как общался? Иногда с плохими словами, иногда грубо, иногда мягко. И так всю гонку. Начинали когда-то на отечественной технике, сейчас практически вся техника импортная. Поэтому я думаю, что сейчас появится новая техника отечественного производства, возродятся новые заводы какие-то, будем осылать какие-то новые уровни техники. Верить в чудо и верить в хорошее, но все остальное так будет. Что может подтвердить Кирилл Маракуев? Именно он за высокие результаты получил главный приз Кижеватовской гонки – билет на губернаторскую елку, где передал пожелания своих коллег Деду Морозу. У Деда Мороза я бы хотел получить новый телефон, и я уже его получил, мне подарили родители. И все, в принципе, больше я ничего не желал.